Минский и турецкий Газиантеп будут активно нарушать сотрудничество. Товарооборот по между городами с начала года увеличился больше, чем на четверть. Чтобы найти новые пункты взаимодействия, делегация из турецкого города приехала с визитом в столицу. Одним из первых припинков стал Минский тракторный завод. По днюю регион Турции аграрные и тому мясовые предприятия затекавлены в качественной сельгазтехнице. Процессовники керавництва Газиантепа познайомилися с вытворчим процессом и продукцией МТЗ. Развитие промысловости – один из приоритетов для каждой страны. Поэтому мы с великой цикавостью приехали сегодня на Минский тракторный завод. У нас в Турции так же выпускают сельскохозяйственную технику. Нам интересно поравнять те пропоновые, которые сейчас есть на рынке, и выбрать лучшие варианты для сопротивления. Кроме того, турецкий бок интересует опыт Минска в развитии городского водозабеспечения и транспортной инфраструктуры. У приватности будовництва метрополитена, а так само праце у сферы ховы новокольного сярудзя. Еще один важный аспект – развитие гандрю. Беларусь и Турция мают намер представить свои товары на сумместных выставах. Мы поставляем туда и древесину, мы поставляем туда и нефть, и нефтепродукты, мы поставляем туда и текстильные. Конечно, мы сегодня импортируем от них и овощную продукцию, и продовольственную группу товаров. У нас есть так называемые экспортные площадки и экспортные направления, которые мы активно развиваем. Но сегодня нужно говорить и о сфере услуг, которые мы сегодня тоже можем активно развивать. У нас сегодня компьютерные услуги выросли на 8%, транспортные – на 17%, туристические – на 26%. Нагадаю, в конце вересня, подчас гастрономичного фестиваля, Минск и ГАЗНТ подписали погоднение о Пабратимских совязях. До речи, докрануться до кулинарной культуры можно будет и в Минску. Гастрономичный фест планует привезти в беларускую столицу. Гастрономичный фест планует привезти в беларускую столицу.